В преддверии Дня Защитника Отечества сотрудники Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шеркина представляют вниманию наших читателей видеопрезентацию о творчестве замечательного советского российского писателя-историка Анатолия Васильевича Митяева «Почему армия всем родная». Литературное наследие Анатолия Митяева актуально и востребовано уже у нескольких поколений детей и подростков. Рассказы о воинской доблести, истории родной страны, ее великих полководцах, знаменитых сражениях не могут не вызывать интересов подрастающего поколения, закладывая в фундамент героика и патриотического воспитания детей. Анатолий Митяев родился 12 мая 1924 года в селе Остребки Сапожковского района Рязанской области. Его отец, вернувшись с гражданской войны, работал в колхозе, был председателем местной потребительской кооперации. Мать учительствовала. Через несколько лет семья, в которой росло трое детей, перебралась в Сапожок. Анатолий Митяев вспоминал, что научился читать в пять лет и с той поры помнит рассказ о Генри «Вождь краснокожих». Подростком перечитал всего Джека Лондона. Перед Великой Отечественной войной семья переехала в Подмосковье. В 1941 году Анатолий Митяев окончил девять классов в поселке Клязьма. Он с детства мечтал освоить профессию лесника и отправил документы в Петрозаводский лесотехнический техникум. Но началась война. Отец ушел на фронт. Анатолий, единственный мужчина в семье, пошел работать на завод в городе Пушкино. Был слесарем-монтажником. Летом 1942 года Анатолий Васильевич записался добровольцем и вскоре был отправлен на передовую, где служил в составе орудийного расчета в 513-м отдельном гвардейском минометном дивизионе. Анатолий Васильевич воевал на Брянском, Волховском, Северо-Западном и Белорусском фронтах. В бою под Старой Руссой Анатолий Митяев был контужен. За этот бой с численно превосходящим противником он получил первую свою награду, особо почитаемую среди фронтовиков – медаль за отвагу. Весной 1947 года Анатолий Васильевич демобилизовался. Пришло время искать себя в мирной жизни. Митяев вспоминал, что до войны посещал литературное объединение в Пушкинской районной газете и по старой памяти решил заглянуть туда. Ему посчастливилось устроиться на вакантную должность литературного сотрудника. В редакции жили заботами тружеников полей и фабрик, старались как можно живее и полнее освещать жизнь района. Газету любили, в том числе и за фельетоны Анатолия Митяева – острые и злободневные. В 1960 году Анатолий Митяев стал главным редактором журнала «Мурзилка». Это были годы расцвета журнала. В нем публиковались Агния Барто, Николай Носов, Сергей Михалков, Борис Захадер. Анатолий Васильевич пригласил в журнал и молодых авторов. По отзывам коллег, он имел в высшей степени художническую натуру и обладал чутьем на потенциальные неразбуженные таланты. В «Мурзилке» успешно работали известные начинающие художники детской книги – Лебедев, Вознецов, Кокорин, Коровин, Чижиков. С подачи Анатолия Васильевича на страницах издания печаталось много материалов военной тематики. Журнал рассказывал о военных наградах, специальностях, публиковал героическую азбуку. Параллельно Анатолий Митяев писал рассказы для дошкольников и школьников о Великой Отечественной войне. Затем рассказы Анатолия Митяева стали выходить отдельными книжками. В книгу «Почему армия всем родная» вошли четыре рассказа для дошкольников, помогающих воспитывать чувство любви и уважения к защитникам Отечества, гордости за их подвиги, рождающими желание быть на них похожими. В сборник «Оружие победы» вошли рассказы о Великой Отечественной войне, о сражениях сухопутных, морских и воздушных войск рассказывает эта книга, а также знакомит юных читателей с наградами Великой Отечественной войны, медалями за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за взятие Берлина и другими. В сборник «Землянка» вошли небольшие рассказы о фронтовых буднях, которые помогут юным читателям начать знакомиться с такой темой, как Великая Отечественная война. Наиболее полным получился сборник рассказов «Шестой и неполный». Здесь герои – пехотинцы, танкисты, артиллеристы, летчики, моряки, все его бывшие фронтовые товарищи. Рассказы, вошедшие в него, правдиво и серьезно рисуют трудности будничной фронтовой жизни, доступным для маленьких читателей языком. Сборник неоднократно переиздавался, его иллюстрировали лучшие советские художники. Тема «Защиты Родины» привлекает писателя все больше. В 1972 году выходит книга «Богатыри» – пересказ Белин о русских богатырях с выразительными рисунками Николая Кочергина. Автор старается с малых лет заранить интерес к героической истории русского народа, к мужественным людям того времени и привить вкус к самим былинам, чтение которых требует навыка. Испытав на себе все тяготы военной жизни, Анатолий Васильевич пришел к выводу, что бойцовские качества, военную науку нужно постигать в мирное время. Так возник замысел книги будущих командиров, в которой писатель решил рассказать не о подвигах, не о мужестве и героизме, а о военном искусстве, о тактике и стратегии, об искусстве командования, принятии решений, управления военной силой. Не менее увлекательной получилась книга будущих адмиралов, для детей, интересующихся темой мореплавания и флота. Здесь автор проделал огромный труд исследователя. Анатолий Митяев шаг за шагом знакомит читателя с историей флота и основами военно-морского искусства, разбирает ход великих сражений и тактику знаменитых флотоводцев с древних времен и до наших дней. Рассказывает о нелегком ратном труде, мужестве и героизме тех, кому пришлось с оружием в руках защищать свою родину и свободу. Обширный фактический материал дополняют иллюстрации, наглядные схемы и карт. Большую популярность и любовь читателей завоевал изданный в 1984 году сборник «Подвиг солдата». В книгу вошли рассказы, которые Анатолий Васильевич считал энциклопедией военной жизни. Шесть случаев из жизни солдат на фронтах Великой Отечественной войны. Шесть подвигов, обычных, которые совершались простыми людьми ежедневно, ежечасно. Анатолий Митяев, который сам прошел эту страшную войну, объясняет маленьким читателям, что каждый день на фронте, даже если солдат просто варит кашу или роет окоп, это уже подвиг. Произведения Анатолия Митяева включены в сборники рассказов о Великой Отечественной войне. Его рассказы читают во время проведения акции «Читаем детям о войне». Анатолий Васильевич Митяев умер 22 апреля 2008 года, оставив замечательное литературное наследие, помогающее подрастающему поколению воспитывать чувство гордости и любви к защитникам Отечества. Анатолий Васильевич Митяев, который сам прошел эту информацию, «Читаем детям» Кто с Отечества гордость? Кто обычно может быть у confrontedот prec Spider. ая волна и получается – przykład авторовая энрелития, синдая красавида. афи.